Курс биткоина продолжает расти, он уже превысил все мыслимые и немыслимые пределы. А это значит, что появляется всё больше людей, которые хотят на этом заработать побольше денег. Денег заработать, оно, конечно, хорошо, но кажется, всё довольно просто. То есть купил ты криптовалюту по одной цене, подождал, пока она вырастет побольше, и продал её подороже, всё. Но если бы всё было так просто, то все бы у нас были уже богатыми и счастливыми. Но поскольку многие, включая моих друзей и знакомых, продолжают думать, что всё как раз довольно просто, я и решил записать вот это вот видео. Ну а это Кретов, подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится, и мы начинаем. Ну а что не просто спросите вы, да не только вы спросите. Мне тут написал один мой товарищ, он знал, что я майнингом занимался раньше, и пишет, ну чё ты вот опять майнить-то начал, курс же вырос. Я говорю, нет, и не собираюсь. Почему не собираешься? Вот сейчас я вам и объясню, почему я не собираюсь и почему крайне не рекомендую вам этим заниматься. Опыт у меня, конечно, в этом есть. Я знаю, как собрать ферму для майнинга, я знаю, как выводить криптовалюту, Я знаю, как настраивать все эти программы. В общем, проблем с этим нет у меня. Пока я занимался майнингом, я совершил все возможные и невозможные ошибки. Ну и казалось бы, раз ты, Игорь, знаешь, какие видеокарты, за какие деньги и где покупать, то иди, купи и начни майнить. Но нет. Товарищ мне на это выдал, что ты, видимо, Игорь, не хочешь заниматься майнингом, потому что ферму не очень удачно продал за не очень большие деньги, а сейчас бы она тебе приносила нормальные деньги, вот ты и расстроился. На самом деле, да, ферму я не очень удачно продал. Ну то есть у меня была ферма где-то на 5 видеокарт, я продал ее то ли за 20-25, где-то вот так, точно не помню. Но это дешево. Сейчас, если по калькулятору майнинга смотреть, то каждая такая карта в день там приносит 350 что ли рублей. Ну где-то так. Вот и посчитайте. Она бы приносила по 1750 рублей в день. То есть, ну как бы, очень невыгодно продал. Но кто же знал, что курс так упадет? Да и ладно, я бы не смог с фермой переехать, поставить ее сейчас здесь майнить. Черт бы с ней. Одни проблемы. Но начинать сейчас майнить с нуля, собирать заново ферму, нет уж увольте. Дело в том, что карты сейчас подорожали в 2 раза где-то. Достать карты для майнинга практически нереально. Их сейчас все разобрали, они в страшном дефиците, а те, которые с рук продаются по ну очень завышенным ценам. Но теоретически представим, что видеокарты вы все-таки достали. То есть в 2 раза дороже или не в 2 раза дороже. Там посчитали окупаемость, она там выходит где-то при хорошем раскладе. Ну пусть от 3 месяцев. Ну предположим. Только вот такой окупаемости у вас все равно не будет, потому что курс очень нестабилен. При идеальном раскладе они у вас возможно даже за месяц отобьются. Хотя вряд ли, потому что сейчас биткоин там и вся криптовалюта находятся в пике. Дальше объясню, почему не стоит надеяться на рост дальнейший. Только вот нужно понимать, что помимо видеокарт вам придется брать блок питания, материнскую плату, еще куча всяких приспособлений, райзеры, жесткий диск, провода всякие, куча хлама. Да, из этого всего хлама львиную долю стоимости составляет блок питания. Он нужен хороший, на много-много ватт, ну если вы хотите много карт ставить. Но нужно понимать, что блоки питания тоже сильно подорожали. Как раз те, которые для майнинга и у которых много проводов. В общем, если готовы сильно переплачивать, то конечно вперед. Но опять же я не рекомендую этого делать, вот почему. Вы наверное думаете, что ну ладно, возможно окупаемость будет чуть дольше, чем 3 месяца. Возможно она будет больше, чем полгода. Но сколько бы она ни была, все равно в конце концов все мое оборудование окупится. Не факт. Как я уже сказал, криптовалюта сейчас в пике. И это не значит, что она и дальше будет расти. Скорее всего после вот этого взлета, сильного взлета, который сейчас происходит, она рухнет вниз. Так уже было. Это два раза уже было. Почему не случится в третий раз, я не понимаю. Очень может быть, что случится. Потому что не бывает бесконечного роста. И вы со своей окупаемостью застрянете на несколько лет. Оно вам надо? Ну даже если вам удалось перебороть все эти трудности, то просто представьте. Ставите вы дома ферму. Значит она у вас жужжит, шумит, греет все подряд. Электричество мотает. Кстати, деньги за электричество тоже из дохода. Вычтите, постоянно у нее что-то не работает. Вылетают программы, которые нужно обновлять постоянно. Следить за тем, чтобы она работала. Плюс вам нужно будет установить программы удаленного доступа, чтобы постоянно проверять, а все ли у вас там в порядке. Майнит ли она у вас или уже перестала. И это может случиться, даже если у вас руки из правильного места. Просто дома выключили свет, все погасло. Потом бах, и не включилось почему-то. Плюс постоянная нервотрепка, потому что вам нужно будет постоянно переживать, а не задымился ли там какой-нибудь провод. А правильная ли и не очень большая у меня нагрузка на один китайский проводок в амперах. Нужно будет посчитать всю нагрузку на сеть, посмотреть правильная ли проводка у вас установлена в доме. Плюс с добавлением каждой новой карты эта нагрузка будет постоянно увеличиться. Зачем вам такие проблемы? Многие так подумали и решили, что проще вложиться просто в криптовалюту. Но тут то же самое, те же самые проблемы. Я даже готов предсказать будущее. То есть вы сейчас идете и вкладываете деньги в криптовалюту. Криптовалюту, она находится на пике. Вы выложились, что дальше происходит? Она сильно падает, сильно и быстро. Вы думаете, не беда, в скором времени она ведь вырастет. Да фиг-то там. После прошлого падения пришлось ждать там, я не знаю, может быть год даже. Думаете вы будете ждать? Ага, конечно. Скорее всего вы выведете эти деньги где-то себе в минус. Причем сильный минус. Ну и особенно меня смешат всякие заявления типа, криптовалюта, за ней будущее, это валюта будущего. Скоро там все мастер-карты, другие карты будут ей пользоваться, применять там, государство ее одобрят. Что, блин? В данном виде, как сейчас существует эта криптовалюта, ни один серьезный игрок на рынке не будет ее использовать. А знаете почему? Во всем виновата волатильность. Да, крупные компании закупаются. Но это ничего не меняет. Закупаются и закупаются. Проблема ведь там в другом. Проблема вот в чем. Вот представьте, идете вы со своей картой, на которой биткоины в магазин. Обычный продуктовый магазин. Вам хватает там на йогурт, курицу, пачку макаронов, бананы, апельсины, фрукты, другие. В общем, закупайся сколько хочу. Вы всего этого набираете в свою корзину, ходите, берете, подъезжаете к кассе. И тут выясняется, что за это время курс так изменился, что теперь вам хватает только на коробок спичек. Ну и кто после этого будет связываться с такой валютой, которая меняет свой курс буквально в считанные секунды? Пока эта проблема не будет решена, а она может быть решена. Я тут не спорю. Но пока не решена. Серьезно относиться к биткоинам не стоит. Не только к биткоинам, вообще ко всей криптовалюте. Не поймите меня неправильно. Теоретически ради интереса можно взять какую-то там сумму небольшую, которую вам вот вообще не жалко потерять. Взять ее и попробовать. Но вкладывать все свои средства в надежде, что у вас вот сейчас вот ничего нету, но вы как бы вложились и разбогатеете на этом, не стоит. Только те деньги, которые вы не боитесь потерять. А лучше вообще никакие. Я понимаю, что после выхода этого ролика меня начнут хейтить, ругать, говорить ты неправда, за биткоином будущее. Ты ничего не понимаешь, ты просто у тебя не получилось, вот ты и других не агитируешь. Ну может быть. Если вам заняться нечем, то займитесь майнингом. Займитесь, пострадайте, ну и как бы сделайте свои собственные выводы. Каждый учится на своих ошибках на самом деле. И умный, и не очень. В подтверждение своих слов, что хочу сказать. 21 февраля курс биткоина составлял где-то 58 тысяч долларов. Ну, 58 тысяч долларов. Внушительная сумма. Но на 23 февраля, к празднику, курс снизился до 48 тысяч долларов. То есть буквально за три дня он упал на 10 тысяч долларов. На целых 10 тысяч долларов. Вернее, тут получается, что прошло даже не три дня, а полноценных два дня. Я просто прекрасно знаю, как это работает. То есть вот он был, 58 тысяч долларов. И люди такие, вау, он продолжает расти. 58 тысяч долларов, надо срочно вкладывать туда. И бегут, вкладывают туда свои деньги. 58 тысяч. А буквально через пару дней, как это произошло сейчас на практике, он такой бах и упал на эти самые 10 тысяч долларов. И те, кто в этот момент вложился, то есть пару дней назад, они сейчас ждут, что он опять вырастет. Но тут проблема в чем? В том, что у нас в целом есть три варианта развития событий. Три варианта, причем они равнозначны. Первый вариант развития событий, что курс действительно вырастет, они действительно отобьют свои вложения и как бы, ну, все нормально у них будет. Хотя тут тоже не факт. Есть один нюанс. Предположим, он начал расти, а они будут ждать, когда он все больше и больше и больше вырастет. То есть не будут снимать. И в конце дождутся до того, что он опять рухнет и они опять ничего не отобьют. Второй вариант развития событий, это то, что начнется так называемый штиль. Это когда курс не особо поднимается, не особо падает, просто держится на одном каком-то уровне Стабильно, идет, 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 он может там месяцами так длиться, может годами даже идти В классической валюте вроде рублей и долларов так обычно и происходит Вот эти вот скачки, когда доллар вырос в два раза, они как бы не то чтобы не в счет, такое тоже случается Но там обычно все стабильно и пытаются торговать на каких-то микро вот этих изменениях Я туда даже не лезу Ну и третий вариант развития событий, курс просто упадет Упадет, причем сильно Тут наверное даже стоит отметить, что это неравнозначные по вероятности варианты развития Последний самый вероятный И это случится рано или поздно, рано или поздно курс снизится Сейчас вот многие обвиняют в том, что биткоин мыльный пузырь Он не то чтобы мыльный пузырь, он скорее шарик Шарик, который то надувается, то сдувается, то надувается, то сдувается И весь заработок в кавычках для обычного обывателя, который не обладает терпением, который не профессионал В этом деле он происходит следующим образом Вы покупаете на пике, продаете подешевле Покупаете на пике, продаете подешевле В конечном итоге зарабатываете не вы, а зарабатывают на вас Нужно понимать, что вот этот вот заработок, он идет с одной простой схемы 100 человек туда вкладывают свои деньги, пытаясь на этом заработать на высоком курсе И из этих 100 человек, один реально зарабатывает за счет вот этих 99, которые эти деньги ему принесли В защиту биткоина, то что его рост будет продолжаться, многие приводят следующий довод Якобы количество биткоинов ограничено, сложность его добычи постоянно растет То и стоимость будет расти, как только их будет меньше и меньше становиться Это конечно могло бы быть и так, но будем честны У биткоина дофигища конкурентов А появится еще больше И они в техническом плане не будут ему ничем уступать А возможно даже превосходить И закрывать все уязвимости, которые на данный момент имеются Так что опять же повторюсь, решайте сами В общем никого ни к чему не призываю, ни на что не агитирую У меня на этом все Подписывайтесь на мой канал, ставьте нравится На инстаграм тоже подписывайтесь До новых встреч, пока! Субтитры сделал DimaTorzok